что-то а зачем зачем я убирать запрещено он такое сказал нет а чё должен спрашивать а что вас снимаешь это ваша но если я куплю это будет мое уже правильно всем привет вы на канале виконста сегодня мы прогуляемся вместе с вами по донецку покажу вам часть крытого рынка посмотрим какие цены у нас уже все красиво поэтому смотрите любуйтесь большинство людей просит рынке цены а пойдем вам покажем цены единственное что нужно брать с собой маску посещение всех общественных мест в том числе и рынков строго в маске соблюдайте эти правила посмотрим насколько выросли цены во время эпидемии ну и так прогуляемся давно не было обычных простых выпусков я думаю вам они будут по душе вышли мы на бульвар шевченко от он стоит там чуть чуть дальше и здесь вот такие таблички киев семьсот семьдесят семь километров по идее с этого места у нас до киева столько километров здесь периодически меняют стенды вывески рисунки кому интересно можете приходить сюда и смотреть он вдоль по набережной якимович вероника 14 лет такие есть таланты у нас в городе донецке да и не только в донецке 12 лет дети от рисуют парке кованых фигур я люблю донецк 10 лет удод тимур есть талантливые ребята везде есть по всему миру только пять процентов из этих талантливых выбивается сами а 95 процентов так и мир их не видит вот это конечно плохо были какие-то программы для развития чтобы дети с раннего возраста могли уже куда-то поступать занимались любимым делом но у нас по всему миру такая ситуация если у тебя знакомых нет то к сожалению не удастся тебе пробиться никуда выходим мы на улицу артема тарас шевченко нарушать мы не будем пойдем через пешеходный переход трафик сегодня небольшой выходной день я не знаю на крытом рынке будут сегодня продавцы или нет они там всегда они работают без выходных единственное сразу скажу что крытый рынок это самый дорогой рынок в городе донецке если вы хотите купить дешевое мясо вам нужно ехать на соловки либо на 30 рынок если вы хотите купить дешевую рыбу то вам нужно будет ехать на железнодорожный вокзал то есть смотря что вам нужно если вы хотите купить что-то посвежее то конечно же лучше будет на рынке так здесь у нас пицца сосиска в тесте это кстати популярные мини магазинчики в основном студенты здесь перекусывают еще по выходным я не знаю как сегодня но в куполе на крытом рынке продают всякие безделушки то есть типа блошиного рынка не знаю мы скорее всего что зайдем туда посмотрим друзья но вы пишите комментарии как вам вообще такие видеоролики может что-то дополнять рассказывать другие интересные истории еще один момент хочу добавить что к сожалению нет столько времени чтобы вам снимать те или иные места показывать чисто физически не смогу все выполнить примеру там очень многие пишут я хочу посмотреть на улицу челюскинцев там определенный дом или улица кирова там примеру дом 56 но представьте я один на вас очень много поэтому ну к сожалению невозможно все показать самого начала бульвара шевченко до рамады у нас будет вот такой мини-парк слева где есть искусственные насаждения деревья некоторые скульптуры памятники теме или иным персонажам ну и вы можете отдохнуть там в теньке на лавочке покушать мороженого давайте сейчас сюда как раз зайдем чтобы не быть слишком многословным вы это все воочию увидите то есть вот самое начало и потом можно спуститься вниз тут по идее цветочки должны быть у со временем их наверное поставят единственное что неудобно вот как вы спускаетесь крытому рынку то вам нужно будет переходить дорогу только по подземному переходу и слева и справа у вас подземный переход до машины есть на крытом начать посмотрим в принципе то можно купить абсолютно все крытый рынок разделен на две части первая это хозяйственная часть которая примыкает ближе к автостанции и вторая часть это продуктовая сам купол торговые точки это в этой части ну а вниз если спуститься туда ближе к автостанции то там вы можете купить как строительные материалы смесители на кухню ванны все по хозяйственной часть отдельные точки по продаже одежды белья вот они уже у нас за забором сейчас мы перейдем дорогу и уже там будем смотреть какие цены какой ассортимент проходит единица трамвай она идет самого центра возле сумма там первая остановка и в сторону железнодорожного вокзала и вот видите на магазинах надписи при входе оденьте маску платья туники 2 500 1800 различные цены штаны 450 джинсы 1300 вот такая где-то средняя цена это на одежду опять же нужно смотреть выбирать смотря что вам нужно конечно на улице в маске проблематично ходить да и в помещениях особенно когда жарко уже тоже в основном на выходные все делают покупки яйца цена варьируется от 50 до 80 рублей в зависимости от размера шлепки 100 150 рублей 200 не забывайте это самый дорогой рынок в городе донецке ну и вот сам вход в купол как я говорил здесь мини-барахолка интересные вещи продаются можно будет некоторым заглянуть что-то а зачем зачем я убирать за тем что здесь съемка запрещена полом такое сказал вызывайте читайте законы читайте конституции обычный это общественное место ну хорошо вызывайте хорошо вызывайте вызывать камера просто так видите все так относятся съемкам здесь еще ну всякие различные безделушки продаются сувенирная продукция так вы же имеете право снимать имею кто сказал а вы должны разрешать не мы а начальник ну а что начальник я не должен ни у кого спрашивать так что можете если будет интересно заходить смотреть сейчас мы еще пройдемся на первый этаж вот так можно в принципе ходить по кругу все конечно к съемкам относятся негативно уже 21 век на дворе все чего-то боятся вот так же есть продукты чуть-чуть ниже если пройтись поэтому на рынках как получается так и снимаю не всем это нравится но ничего не поделаешь клубника фрукты все остальное сейчас мы выйдем с купола и уже отправимся на продуктовые ряды вот мы обошли через куполу так и спустились вниз помидоры картошка все есть я так цены смотрю 120 а я не хочу чтобы это вы спрашивали у меня нет а что я должен спрашивать я ж не вас снимаю это ваше но если я куплю это будет мое уже правильно не ну вы а я вас не я вас не снимаю а не надо вы что боитесь чего-то все открыто не должен спрашивать это лично мое это лично мое а чего вы так все боитесь камеры а что будут обижать а знаете чего раньше было потому что ставили женщину в этот убери вот эту билиберду свою что это билиберда да конечно билиберда вы так все убоитесь а я не боюсь как будто что-то скрываете 21 век на дворе а как фотографии в интернет выставляют а как еще что-то по телевизору другой бред там вот и все ну в зависимости кто как и преподает а как можно другой показать морковка помидоры картошка молодая по 60 рублей лук по 65 также по 80 шампиньонов 220 ценники видно все хорошо сделано там еще мы зайдем на мясной павильон чуть чуть попозже веконство в ютубе введите потом найдете горох манка горох 65 сахар по 40 соль 20 макароны там от 40 до 60 рублей по разной цене бедро куриное 185 голень 120 пиле индейки 400 все здесь в холодильнике хранится у нас вкусняхи всякие вот чай крупа в принципе цены приблизительно везде одинаковые давайте еще наверно пройдемся вниз там у нас будет хозяйственная часть крытого рынка посмотрите что там продается я вам за этот рынок очень мало видеороликов показывал поэтому нужно будет вам немножко освежить память тут также можно купить постельное белье по реки если вам интересно видите как люди относятся кто-то хорошо к съемкам кто-то не очень я один а их много продавцов каждому не угодишь есть люди которые боятся этой камеры как огня но если человек занимается продажей тех или иных товаров а рынки магазины это общественные места то никаких проблем у вас со съемками не должно быть ну вот как я и говорил все строительные материалы замки лампочки пены силикон вот все в принципе здесь есть краски для интерьера батарейки смесители ну там смесители в зависимости от комплектации 2 200 рублей вот за гор опять же латунные леси луминовые там в зависимости и тут более дорогие 4 900 4 200 нет здесь есть тоже 2 200 ну я просто смотрю по ценникам и по ценам так по внешнему силуминовые латунные как они отличаются там кранбуксы можете купить также есть там продуктовый ларьки магазины вот там дальше первый республиканский там была и семерочка слева у нас автостанция открытый рынок отсюда можно отправиться практически в любую точку Донецка и плюс еще есть пригородное сообщение также в это место приезжает очень много курсирующих автобусов между Донецком Крым можно отправиться в Москву в Ростов в принципе где-то с этого места приезжают большие двухэтажные автобусы и отсюда можно будет отправиться в любую точку также можно выехать в сторону Киева Харкова Одессы с этого места в основном автостанция Южный пользуется популярностью так как это более менее хорошая развязка в различные точки самого города ну и также междугородного сообщения сегодня мы побывали на крытом рынке показал я вам немного цены также не забывайте писать как у вас относятся к съемкам в общественных местах мне интересно но вам тоже поделиться этой информацией не мешало бы с вами был Виконста до новых встреч пока пока